Слава Тебе, Христи Боже, укование наше! Слава Тебе! Слава Тебе, Христи Боже, укование наше! Слава Тебе, Христи Боже, укование наше! Христос истинный Бог наш, молитвый, причистый Своей Матери всех святых, помилуй и спаси от нас всякого блага человека, любви! Слава Тебе, Христи Боже, укование наше! И в беседы святителя Иоанна Златоустова немного. Будем заботиться о своем спасении. Потому-то умоляю вас, пока еще имеем надежду спасения, пока можем обратиться будем всячески о том заботиться. Как отчаявшиеся корча, предав судно на волю ветра, сами нисколько не помогают ему, так точно поступают, наконец, и те, которые потеряли всякую надежду. Зависимый только то имеет в виду, как бы удовлетворить своему желанию. И хотя бы пришлось ему подвергнуться наказанию или смерти, он остается преданным своей одной страсти. Человек распутный и любостяжательный поступает так же. Если так велика сила страстей, то гораздо более сила добродетели. Если мы презираем смерть для первых, то тем более для последней. Если те пренебрегают своей душой, то тем более мы должны пренебрегать всем для своего спасения. В самом деле, какое будет для нас оправдание, когда погибающие так много заботятся о своей погибели, а мы не выкажем и такого старания о своем спасении, но всегда будем истоевать от зависти. А ведь нет ничего хуже зависти. Чтобы погубить другого, завистливый губит и себя самого. Глаз завистливый снедается от печали. Завистливый живет в непрерывной смерти. Всех считает своими врагами. Даже и тех, которые ничем его не обидели. Он скорбит о том, что воздается честь Богу. Радуется тому, чему радуется дьявол. Приобрел ли кто почтение у людей? Это не честь, не завидуй. Почтение ли кто у Бога? Поверну ему и будь подобен. Но ты не хочешь? Зачем же еще и губишь себя? Зачем бросаешь и то, что имеешь? Ты не можешь сравниться с ним и сделать что-нибудь доброе? Для чего же еще предпринимаешь и худое? Если ты не можешь разделить с ним труды его, ты должен, по крайней мере, радоваться вместе с ним, чтобы получить пользу от этого сорадования. Ведь часто достаточно бывает и одного намерения, чтобы получить великое добро. Но если же есть некоторое утешение для тех, которые воздыхают от чужих бедствий, то гораздо более утешение для тех, которые радуются почестям других. Аминь. Храни всех Господь. Завтра в 8 часов утром. Завтра в 8 часов утром.